Ну че, народ, погнали! С Новым годом! И все, я думал, будет злых! Привет, народ! 31 декабря, 8 часов вечера, конец 2020 года. На самом деле, я сейчас должен был бы заниматься подготовкой новогоднего стола для встречи с гостями. Но мы с женой решили немножко по-другому начать встречать 2021 год. И начнем мы его встречать с распаковки вместе с вами, друзья. Здесь все мои подарки, которые мне любезно предоставила моя любимая жена Светлана. Можно сказать, у нас был общий фонд подарков, на который я отдал свои Apple Watch. Я их продал на черном рынке, на OLX. И жена мне накупила подарков. Я понятия не имею, что здесь находится в этих упаковках. Единственный наш договор был, чтобы эти подарки были связаны с игровой индустрией и желательно с PlayStation 5. Возможно, здесь второй дополнительный геймпад. Возможно, какие-то игры. В общем, обо всем об этом мы сейчас узнаем. И еще небольшая заметочка. Все, что сегодня будет на распаковке, обязательно на это все будут обзоры, мои впечатления, ну и экспириенс от использования этих девайсов. Так что, друзья, давайте начинать. Итак, друзья, предлагаю для начала поднять бокал за уходящий год. Божественный мамин компот. Я его просто обожаю. Ну что, поехали. С маленького постепенно будем к самому большому приближаться. Я думаю, там что-то самое интересное. Ну а теперь снимаю наших друзей. Поставлю их здесь, пусть они нам пока не мешают. И начнем. На этот раз обойдусь без ножа, помощника моего. Буду проводить все это дело руками. Первый, первый это PlayStation камера. Я давно хотел застримить что-то, именно желательно с PlayStation 5. Там есть Человек-паук у меня замечательный. Думал как раз таки на новогодних праздниках провести стрим. Потому жена это, наверное, не забыла. И спасибо тебе большое, жена. Реально очень годный, приятный подарочек. Вскрываем коробочку. Я еще вживую эту камеру ни разу не видел. Очень интересно, как она выглядит. Вау, чуваки. Вот так вот она выглядит в сложенном состоянии. Довольно таки массивная. Вы просто посмотрите на этот набалдажник. В общем, выглядит эта штуковина внушительно. Просто посмотрите. В общем, круто выглядит, чуваки. Давайте ее где-то здесь положу. Она остается вместе с нами. Обязательно все это дело протестируем. Посмотрим на качество. Стоит ли она своих денег. В общем, отложим это все дело в сторону. И продвигаемся дальше. Следующий подарок. Здесь уже по весу, как говорится, что-то более значимое. Хотя реально мне камера очень нужна была. Это просто must-have. Я думаю, в дальнейшем к VR-у она 100% пригодится. В общем, это очень хороший подарок. Еще раз. Жена, спасибо тебе. Просто золотце. Переходим к следующему подарку. Мы его так резко, резко сорвем с него покров. Опять, чуваки, PlayStation 5. Что это может быть? Таких размеров у меня реально. Вот сейчас подумаем, что здесь может быть. Какой-то, наверное, пульт для управления телевизором. Я не знаю. Итак, пока непонятно. Пока непонятно. И... О! А что это такое? Так. Charging Station! Еее! Ну, не скажу, что без этой штуки я не смог бы жить. Но очень круто, что теперь смогу убрать лишние провода из-под консоли. И напрямую заряжать от Charging Station геймпады. Это очень круто. Давайте его также вскроем. Ладно, немножко. Немножко надорву. Совсем кропалик. Вот так. Нужно ж показать ее, как она выглядит. В общем, чуваки, что-то пошло не так. Я ее распотрошил просто в хлам. Блин, тяжелая она, чуваки. Блин, камера легче намного. Неужели там какой-то огромный блок питания? Или макулатурки немножко положили? Кстати, с камерой я такой не заметил. В общем, чуваки, вот она, маленькая PlayStation 5. Посмотрите, если так ее поставить, похоже на пятую плойку. Короче, зарядная станция для геймпадов новых. У нас здесь контактная такая площадка. Ничего не нужно втыкать. Просто ложите геймпад и он начинает заряжаться. Это, конечно же, очень классная штучка. Ну, опять же, не must-have, но, я думаю, в хозяйстве пригодится. Мы ее вот так вот поставим, как маленькую PlayStation 5. Я правильно поставил? Нет, вот так вот она должна стоять. И что здесь было тяжелое? Это небольшой такой блок питания. Вот для меня непонятно, почему нельзя было встроить полностью всю начинку, вот этот вот блочок. Зачем делать выносной блок питания? Это как-то не по феншую и не похоже на Sony. Обычно у них все схвачено, просто вставляешь и пользуешься. Здесь же какие-то непонятные костыли. Но, в любом случае, я этому подарку по-любому рад. Буду ним пользоваться. Расскажу, может, какие-то минусы в ходе эксплуатации появятся. Но пока, пока выглядит это все дело очень эстетически приятно. Ну что, друзья, какой? Маленький или большой? Большой мы говорили на потом. Давайте для начала малыша вскроем. Ну, по форме видно, что, скорее всего, это игра. Но, что интересно, по-моему, здесь диск внутри или перекатывается. Ладно, буду осторожен, не дай бог он отпал и перекатывается внутри коробки. Остался вопрос, какая это может быть игра? Но, скажу, что видел в комфе по распродаже был Borderlands 3. Возможно, как раз-таки это он и есть, поскольку он там стоил порядка 300 гривен. И предлагался вообще в самых разнообразных скидках и акциях. Так что, предполагаю, что может быть он. Но, как показала практика, по-моему, я еще ни один подарок не угадал. Но здесь делаю ставку от 100%. Это DualSense. Дополнительный геймпад. Поскольку нас в семье двое, и логично было бы подарить DualSense. Вау, чуваки, это Demon's Souls. Ёхерный бабай. Это просто, блин, блин, я так рад. Чуваки, реально я не ожидал. Demon's Souls, насколько я знаю, стоит немало. То есть, это не 300, не 400 гривен. У меня, я чувствую, появится новое задание. Быстро его пройти и продать. Но, в любом случае, я этому просто чертовски рад. Сейчас мы его попробуем вскрыть как-то аккуратненько. Итак, чуваки, пошло дело. Наконец-то упаковка поддалась. Сейчас мы ее полностью уберем. И посмотрим на содержимое диска. Мне не нравится звук, с которым перекатывается внутри. Блин, так и есть, чуваки. Он выпал, походу, и перекатывался внутри коробки. Сейчас посмотрю, сильно ли он пострадал. Вроде бы царапин практически нет. Есть несколько точечек, буквально. Не дай бог, он не будет работать. Это будет просто очень обидно. Но, вроде бы, в порядке. Кстати, внешний вид диска напоминает версию PlayStation 3. Кто помнит такую? Оригинал, не ремастер. Очень классно выполнено. Здесь тоже у нас внутри коробки рыцарь нарисован. Так, что у нас здесь? Макулатуры никакой не положили. Вот, когда ее нужно положить, в Cyberpunk с этим делом просто поработали на 150%. У нас крутое наполнение. Здесь же просто, просто оцените. Одна бумажечка, один диск. Ну, хотя бы пару наклеек, чуваки. Ну, в честь Нового года, порадуйте меня. В общем, друзья, Demon's Souls обязательно теперь к прохождению. Мы его поставим куда-нибудь сюда. Вот так вот. Ну, и, друзья, Big Boss этого вечера. Самый большой по весу. Скажу, что оно не сильно-то и увесистое. И я все-таки еще раз предположу, что это, скорее всего, DualSense. Итак, чуваки, в очередной раз хочу поднять бокал за 2020 год. Проводим его достойно. В любом случае, я хочу сказать, что в этом году было много неприятностей, таких как заболевания COVID. Но было много ништяков. Выход консолей нового поколения. Канал набрал тысячу подписчиков. Для меня этого просто более чем достаточно, чтобы радоваться жизни и наслаждаться каждым ее днем. Ну, а теперь предлагаю начать вскрытие нашего главного подарка. По крайней мере, его размеры говорят о том, что он должен быть главным. Возможно, это коллекционка. Понемногу будем срывать покров. Сейчас покажется головка. Давайте сначала вам покажу. Я еще не вижу, что там. Вам видно? Так. Еее! Круто! Наушники! Пульс 3D! Блин, чуваки! Я чувствовал! Это круто! Блин, я реально рад! 100% сейчас забью на все болт. Пойду включать Человека-паука и погружаться в этот 3D-звук. Хотя, нафиг Человека-паука! Есть Demon's Souls. Я знаю, что в Demon's Souls самый офигительный звук. Жена просто предугадала мое будущее. Блин, это офигенно, чуваки! Я реально офигенно этому рад. Давайте просто теперь их вскроем. У меня аж руки немного дрожать начали. Это просто офигенно! У меня один есть товарищ, он недавно купил наушники для компьютера от фирмы, уж не помню какой, HyperX. Вот, HyperX. И я ему просто чертовски завидовал. В них просто офигенный звук. Музыка звучит качественно. В игры классно играть. И я мечтал что-нибудь себе похожее. И здесь просто фирменные наушники от PlayStation. Я, конечно, знаю, что музыку в них, наверное, не послушать как-нибудь круто. Но в игре они должны раскрыться на 150 тысяч процентов. Посмотрите на эту упаковку. Довольно продуманно. Мне такое вот нравится. Здесь у нас целых две книжки, в которых написана всякая инструкция, как ними пользоваться. Но мы это все дело откладываем в сторонку. И смотрим, что внутри. А здесь у нас вот такая вот штучка, за которую мы тянем. И здесь, походу, ничего нет, насколько я понимаю. Или есть? Сейчас мы это узнаем. Вы просто посмотрите. Похоже на формочку, в которой продают пирожки в Макдаке. Вы, если кушали когда-то, там открываешь, а так здесь сладкий пирожок и откусываешь. Но у нас здесь что-то другое. Еще один кабель. Чуваки, я просто кабеля все ложу здесь где-то. Я, наверное, в них сегодня запутаюсь. И, вау, а что это такое? 3.5 переходник. Наверное, для проводного подключения к геймпаду, я так подозреваю. Ладно. Сейчас будем разбираться. И флешка на 32 гигабайта. Я шучу на самом деле. Это, я насколько понял, свисток для подключения наушников к консоли. И, как по мне, это один из самых больших минусов и недоработок. Я уже смотрел обзоры на все эти аксессуары. И все как раз таки жалуются, что приходится подключать эти наушники через вот такой вот свисточек, который будет торчать из консоли. Его можно легко зацепить, сломать. Почему Sony не могли сделать подключение наушников напрямую, без всяких забубонов, прибамбасов, мне абсолютно непонятно. Ну и звезда нашего сегодняшнего вечера. Вы просто посмотрите, какие они сочные. Вот они вот в том же стиле выполнены, что и PlayStation 5, что и док-станция, что и камера. И это просто офигенно. Кстати, вокруг намного все тише стало. Звукоизоляция очень даже неплохая. В общем, друзья, отложим их в сторонку и посмотрим, что у нас здесь еще осталось. А здесь, походу, больше нет ничего. Все. Ну что, друзья, распаковка подошла к концу, насколько я понимаю. Все это добро буду сейчас использовать, активно тестировать. По-любому вам все расскажу, как оно и работает, какие есть минусы, недостатки, что мне понравилось, а что не понравилось. Но это все мелочи. Самое главное, друзья мои, товарищи, зрители, что мы все вместе. Нас уже больше тысячи человек. Я очень рад каждому комментарию, который вы оставляете под роликами. Ценю каждый просмотр. Так что, друзья, давайте держаться вместе. Пусть наша семья разрастается, нас встает все больше и больше. И самое главное, пусть в этом месте на нашем канале собираются только те люди, которые близки по духу, которые друг друга не обижают. Нет вот этих дурацких споров, что лучше ПК или консоли, Xbox или PlayStation. Нас объединяет одно – любовь к видеоиграм. И в конце концов, хочу добавить, чуваки, что, скорее всего, 2021 год не будет каким-то супер волшебным и необычным. И все проблемы останутся далеко позади в 2020 году. Нет, друзья. За все то, что происходит вокруг нас, отвечаем именно мы. Так что, друзья, давайте держаться вместе, набираться опыта, делиться ним и уважать друг друга. С 2021 годом, чуваки. С Новым годом. А сейчас я взорву хлопушку. Я их очень боюсь взрывать, чуваки. Очень. Давай. Ничего не произошло. Погнали. Вот так она у меня тут раз и распалась. Всё, я рассказываю. Постанься. Всё, я говорю. Почему?